Лямбда Вилкса здесь показывает, насколько в среднем знание группы, которая принадлежит респонденту, то есть в данном случае является или не является он членом профсоюза, дискриминирует средние значения по предикторам. То есть, допустим, по возрасту различается средний для тех, кто состоит в профсоюзе и не состоит, или не различается. Вот есть лямбда частной, а это общая, усредненная лямбда. Чем она ближе к нулю, тем лучше. Максимум не единица, это очень плохо. Итак, у нас средний лямбда, но при этом, что важно, х квадрат, который в данном случае оценивает, есть ли смысл в модели. То есть, использование модели для прогноза лучше или не лучше, чем подбрасывание монетки. Если х квадрат значим, значит, все-таки лучше использовать модель. Он, к счастью, значим. Мы можем убедиться в этом по классификационной таблице. Она состоит из трех блоков. Это блок, соответствующий нашей обучающей выборке, которая помечена RAND1. В чем я говорил, когда мы выбирали Selection Variable. И здесь процент правильных предсказаний по обеим группам очень высокий. 89 и 73. Причем, что важно, для участвующих в профсоюзе он тоже высокий. Эта группа исходно менее наполнена, не меньше людей. Поэтому она и предсказывается хуже, но все-таки предсказывается лучше, чем 50%. Второй блок соответствует этапу оценки качества модели, который называется Cross Validization. Из той же самой выборки RAND1 берутся под выборки. То есть внутри нашей под выборки оценивается устойчивость. В под выборке RAND1 оценивается устойчивость результата. Немножко хуже результат, но совсем незначительный. И, наконец, этот результат получен на под выборке RAND0, на которой мы проверяем модель, полученную на RAND1. Принципиально важно, что на этих данных RAND0 не были получены коэффициенты. Коэффициенты не имеют к ним никакого отношения. Они получены за пределами RAND0, и тем не менее, при применении...